В современном обществе границы возраста стираются. Человек может жить не просто долго, а оставаться молодым душой и активным практически до 100 лет. И история нашего края уже знает такие примеры. Но как при этом сохранить здоровье, быть востребованным и активно участвовать в общественной и других сферах жизни? Обсуждаем эти вопросы с нашими профильными министерствами, которые занимаются решением этих проблем. И нам интересно будет узнать, что делает Министерство здравоохранения, что делает Министерство культуры, что делает Министерство образования. Потому что в их руках очень многие рычаги, которые могут сделать наших забайкальцев более здоровыми, более веселыми, более жизнерадостными. И создать условия для благоприятного отдыха и условий работы. Клубы поинтересованы для ветеранов и просто увлеченных творчеством людей в Чите уже не редкость. Один из таких – центр активного долголетия «Забота» для многих стал не просто местом, где даже те, кому за 70, открывают в себе новые таланты. Галина Афанасьевна Фролова в клуб «Рукодельниц» ходит как на праздник. Рассказывает, вышивать умела с детства, а вот шить кукол, плести из бисера и рисовать начала уже здесь, под руководством наставников центра. Но главное для участников клуба – это не только творчество, а еще и простое, теплое общение. Праздники отмечаем, дни рождения отмечаем, встречаемся, беседуем и песни поем. Коллектив такой дружный, хороший, нравится мне очень. Настроение такое, и даже домой приходишь, и мужу начинаешь рассказывать, и даже все интересно. Ну, символ жизни какой-то появляется, тем более в таком уже возрасте. Кроме привычного рукоделия и творчества, на круглом столе были представлены и медицинские технологии активного долголетия, а также ряд социальных программ, помогающих старшему поколению осваивать компьютерные технологии. Анжелика Гришина, Анна Хвостова, Андрей Шаронов. Время новостей. Анжелика Гришина, Анна Хвостова, Андрей Шаронов.